В рамках рабочей поездки в Республику Татарстан Казанский федеральный университет посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В мероприятии также принимал участие министр науки и высшего образования России Валерий Фольков. Подробности в сюжете. Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета встретил важных гостей. Во вступительном слове ректор Альшат Гафуров коротко рассказал об истории Казанского университета и формировании на его базе научных институтов. В конце прошлого года Устану Горясь принял решение, в феврале нам передали площадки, которые строились под Воллскис, вот здесь показаны, и мы начинаем разворачивать собственные технопарки. Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос создания на базе российских вузов технопарков как мест коммерциализации научных разработок. А элемент рутений, открытый в 1844 году профессором Казанского университета Карлом Клаусом, вдохновил собравшихся на новую инициативу. Нужно создать именно в этом году, который президент объявил годом науки и технологий, объявить об инициативе создания оргкомитета, о популяризации именно открытий в области химии под эгидой химического элемента рутений, который был открыт, например, в Казанском университете. Вице-премьер высоко оценил подготовку специалистов в Казанском университете и поддержал идею создания 8-го карбонового полигона. Реализацию пилотного проекта по разработке и испытанию технологий, значимых для изменения климата, проходит под контролем Министерства науки и высшего образования России. Я обратил внимание, что количество иностранных, обучающихся в университете, у вас, наверное, на одной из самых высоких странах. Если сюда приезжает такое количество иностранцев, это говорит о качестве образования здесь и перспективности, как они сами оценивают использование в последующем этого образования. Здесь в Тарстане как раз есть все предпосылки для того, чтобы иностранные обучающиеся нашли здесь достойную и интересную работу. Вместе с ректорами ведущих университетов России Ильшат Гафуров принял участие в стратегической сессии, посвященной консолидации системы высшего и среднего профессионального образования и подготовке кадров. Встреча состоялась в Иннополисе. Ариадна Кугушева, Универньюз.